Ой, друзья, все хихоньки да хахоньки, потом аукнется несчастьями немахоньками. Часто люди в молодости совершают такие ошибки, подвергая себя продиктованной моде, например, делать на частях своего тела тату с изображением сатанинских символов или еще какой-то вредной информации, убившей душу. И главное, в этом ничего дурного не видят, запихивая серьги в нос, даже видел, серьги на языке делают, которые от злого языка, к сожалению, не освобождают. Таким людям, откровенно говоря, у меня полно таких знакомых и уже достаточно в зрелом возрасте. Им бесполезно что-то говорить о том, как это влияет на душу. Вообще на его дальнейшую судьбу. Что этим хотят доказать эти модники, все тело свое разрисовывая. А вот хочется сказать, что посмотрите на меня, какой я или какая я. Не такая, как вы, идиоты. Мне есть что показать вам. И надо же ходить почти полуголыми, чтобы себя показать. Это сущая беда, когда люди этими поступками борются с Богом, искажаясь своими страстями и грехами его образ, по которому мы созданы. И не смыть, и не загладить потом до смерти такое художество. И покаяться этим людям очень трудно. Другое, не менее опасное сейчас, происходит с людьми благодаря современной сатанинской ноу-хау. Когда, сфотографируясь с шаманами в костюмах Хеллоуина, рогатыми идолами и подобными представителями дьявола, люди выкладывают это все в сети, не подозревая, как это может все отразиться им или сразу, или немного погодя. Когда посылаются сплошные беды, страшные болезни и неизлечимые болезни и скорби. 30 лет назад, я помню, мне прислали один диск с видео, когда одна женщина, по-моему, замуж вышла за Финой, жила в Финляндии. Они поехали с мужем куда-то в какую-то страну, где ей захотелось сфотографироваться с рогатым, с дьяволом, идолом. Долго потом это все рассказывать, что с ней происходило. Но через несколько дней случилось, что ей ночью во сне было сказано отрезать часть фото с изображениями этого рогатого. Она не послушала, у нее рак мозга начался. Три года она жила с этим заболеванием, по каким врачам только не ходила, но уверовала. И записки здравия подавала себе в разные монастыри, в полношеские поездки ездила, причащалась, исповедовалась. Три года пожила. Но это потом умерла. Но это, мне кажется, такой единственный редкий случай, который сейчас, если это случится, да, все равно люди не поверят. Нас уже ничем не пробьешь. Так что будьте, друзья, очень внимательны к своей душе и телу, не подвергая их влиянию бесовских соблазнов. Также старайтесь не покупать одежду, особенно майки-тенниски своим детям и себе, с неизвестными надписями, в которых кроется либо сатанинская символика, либо антихристианские какие-то изречения на незнакомых языках. Будьте бдительны.